Добрый день, друзья! Сегодня мой самый любимый рецепт лепешек с начинкой. Тесто настолько удачное, легкое, воздушное, что с ним хочется работать бесконечно. Такое тесто подойдет для любых пирожков с абсолютно разной начинкой. Лепешки хороши к первым блюдам, в качестве перекуса или просто со сладким чаем. Для теста нам понадобится 400 граммов картофеля. Я его нарезаю сразу мелко, чтобы быстрее сварился. Заливаем водой, ставим на плиту, снимаем образовавшуюся пену и варим до готовности на умеренном огне. Солить при варке не нужно. Затем сливаем картофельный отвар в миску, он нам еще понадобится. А картофель перекладываем в большую миску, в которой будем замешивать тесто. При помощи погружного блендера пюрируем картофель. Можно протереть его и через сито. Теперь отмеряем 200 мл картофельного отвара и частями добавляем в пюре, каждый раз тщательно их соединяя. У нас получится так называемая основа для теста. Я думаю, многие хозяйки знают, что тесто на картофеле получается просто сказочным, мягким, нежным и воздушным. На картофельном тесте можно печь пончики и даже хлеб. Ссылку на рецепт оставлю внизу под этим видео. Друзья, термос для еды бренда Арктика – незаменимая вещь для путешественников, рыболовов, для людей, кто постоянно ездит в командировки или берет с собой обед на работу. В набор входит три контейнера и сам термос. Два контейнера объемом по 300 мл и один на 400 мл. Термос сохраняет тепло до 12 часов, а благодаря широкому горлышку можно есть прямо из контейнеров. Друзья, благодаря термосу Арктика с собой можно взять абсолютно любую еду. Допустим, гречку, котлеты и салат. Контейнеры с горячей едой закручиваем крышками и вставляем в сам термос, а сверху на термос накручиваем контейнер с салатом. Он подходит для продуктов, не требующих сохранения тепла. Это очень удобно и практично. Ссылку, где можно приобрести термос, я оставлю внизу под видео. Переходите и успейте заказать термос с моей скидкой по промокоду «Это просто». Ну а мы возвращаемся к рецепту. Теперь в картофельное пюре высыпаем 8 г сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Перемешиваем, накрываем тонким полотенцем и оставляем на 15 минут. Самое главное, чтобы пюре было комфортной средой для дрожжей. Оно не должно быть горячим. Перемешиваем и далее добавляем яйцо и чайную ложку соли. Снова размешиваем до однородности и начинаем частями добавлять 650 граммов просеянной муки. На протяжении всего замешивания тесто будет липким. И даже когда вмешаете всю муку, оно останется слегка липковатым. Смотрите, муку я уже всю вмешала и тесто все равно прилипает к пальцам. Вливаем 30 миллилитров растительного масла без запаха. Муку больше не добавляем. Продолжаем вымешивать тесто еще несколько минут, пока оно не станет однородным, гладким и эластичным. Дно миски и само тесто смазываем тонким слоем растительного масла. Масло берем обязательно без запаха. Накрываем пакетом и полотенцем. И ставим в теплое место на подъем приблизительно на 1 час. Тем временем займемся начинкой. Для начинки сегодня я смешиваю 150 граммов зернистого творога 9% и 200 граммов сыра моцарелла. По желанию можно добавить еще любую зелень или вместо моцареллы положить сулугуни. Прошел час. Тесто очень хорошо поднялось. Стол обязательно присыпаем мукой, так как тесто у нас липковатое слегка. Выкладываем его на рабочую поверхность и сворачиваем конвертиком. Разрезаем на две части. А затем каждую еще делим на 6 кусочков. В итоге у нас получится 12 лепешек. Тесто режем на глазок, приблизительно на одинаковые кусочки. И если одна лепешка получится у вас чуть больше или меньше другой, ничего страшного. Берем один кусочек теста, расплющиваем руками. На центр выкладываем начинку. Края теста поднимаем и собираем в центре. У нас получается такой маленький мешочек. Переворачиваем мешочек швом вниз, округляем и руками, слегка надавливая, расплющиваем лепешку. Получаются вот такие аккуратные заготовки. В сковороде разогреваем достаточное количество растительного масла. Проверяем деревянной палочкой. Кладем лепешку и обжариваем ее с двух сторон на огне чуть ниже среднего, до золотистого цвета. Если лепешки помещаются, можно жарить не по одной. Перекладываем готовые лепешки на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла. И можно пробовать. Посмотрите, какие они мягкие и воздушные. Пробуйте приготовить с сыром и творогом для начала, а затем с мясной начинкой. У вас получатся самые вкусные беляши. Если понравился рецепт, буду ждать ваши лайки и комментарии. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры создавал DimaTorzok